после долгого перерыва в три недели мы продолжаем наш шоу наш сериал сегодня привариваем петли дверей задних переднем нас и доставлять двери по зазорам будем всем привет ребят ну что ж это вроде бы как юбилейная 10 серия в ней надо сделать ну закончить все по сварке думаю сами завтра придет этот рукав вроде как должен так что погнали занимаемся 11 дальше извините за долгий перерыв просто затопил гараж да не смешно но куда деваться петли кстати оригинал оригинал это оригинал ржавый оригинал это ростовский все запчасти есть осталось на крышку багажника и вот эти крепления капота старого образца кстати ребята капот пришел грунте оригинал за 7340 рублей вот такая ребят посылочка оригинальный капот в катафорезном грунте красота тайм турбо нашего спонсора проекта также здесь стойки в сборе на 11 минус 50 еще что-то сейчас будем смотреть по 11 2 как стоять должны петли сейчас мы берем 11 но стекло естественно останется у меня он наверное интересно зачем переставлять гнилую кружку багажника на другого детства просто на этой 11 реально гневая стояла крышка багажника у него гидроупор уже вылетел у меня еще машина рабочая под фабрилем под шаманем еще подходит будем ну да вот тут уже подготовили так что это обычный usb провод одна из его задач быстро передавать информацию но это уже прошлый век американские ученые придумали систему которая увеличит скорость передачи в 10 раз пример могу привести сайта валон подробные перспективные разработки пользуются высоким спросом у инвесторов инвестиционная площадка валон уже вложилась в разработку этого проекта по оценке их аналитиков прибыль с продажи этой разработки крупной компании по типу гугла составит два с половиной миллиона долларов полмиллиона инвесторов по всему миру зарабатывают на этой площадке 1 и 3 процента в сутки вложенной сумме ежедневно на сайте есть калькулятор дохода который покажет сколько составит ваш заработок при определенной вложенной сумме полгода я уже работаю с авалон надежность и простота вот что мне нравится в этой компании проходи простую регистрацию на их сайте по ссылке в описании это займет не больше двух минут зато так ты поможешь развитию канала что ты делаешь вот эти части но по сути не нужны на дверь который похода они бы не нужны были почему потому что двери пленни новые да там эти хуйни такие же блядь такие зря купил 2 до 4 блядь и 2 4 брал а так я их зря вообще купил в принципе ну можно было сюда вернуть и сюда вернуть потому что на передник не нужны же блядь передний нужны потому что но передние на кузове так и остались когда ты строишь проект что-то то лишнее покупаешь а что-то ты забываешь покупать но это все естественно в рамках постройки проекта совершенно нормально знаете сколько 11 уже вышло ребят 180 тысяч рублей но я захотел именно вот чтобы именно восстановить этот кузов сделать именно этот мотор который перегрет чтобы все максимально родное которое на ней было осталось на ней можно было естественно дешевле два-три раза купить 11 уже всю живую полностью готовы и вешать на нее ништяки но сама суть проекта ставить этот кузов поэтому мы паримся с ним ну в принципе уже все допарились допарились да осталось теперь банька хорошая покрасить сейчас петли сделаем двери замерим пока их будет тут у нас такая вот большая посылочка с тайм турбо вот эта тема отражатели на задний бампер мы подключим их либо на задние туманки либо на габариты не знаю либо на тормоз в принципе мы будем вкидывать скорее всего европанель и проводку от европанели и на европанели есть такая кнопочка задние противотуманки вот на эту кнопочку подключим вот эти я думаю оп 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 свинка ребята преобразователь ржавчины здесь у нас такой вот оранжевенький мандариновый в следующем видео в следующем видео двигатель мой, его в следующей серии повезем наверное на ремонт надо будет его расточить потому что он перегретый и увеличить мощность дверь чуть ниже крыши, потому что надо быть в крови с крышей сейчас будем состыковывать ее с передней дверью надо чуть-чуть уйти сюда, стойка не могла уже с петельками переходить? сзади зазор, вот, с палец считай здесь поменьше ну, в принципе, везде зазоры с палец охрененно, блин, 8 апреля чуть правее и вверх надо сместить выставляем двери, очень сложное занятие геморрное еду на дачу для одиннадцатый преображается уже, блин, двери, блин, пороги, блин уже как-то, уже веселей вон сколько всяких ништяков для одиннадцатой уже подготовлено герметик, кистевой, цинкарь шовный герметик там еще где-то должен быть итак, ребят, ну что ж мы накинули двери с одной стороны здесь было дофига все-таки вмятин которые с поттером выравнивать заколебешься поэтому шпаклевушку пришлось чуть-чуть намазать ну, это не страшно это проект проект это натонный проект чтобы что-то было не так здесь у нас дверь от одиннадцатой здесь дверь тоже от десятки здесь сейчас у нас не совпадают петли для вот этой двери которую я купил новую в Нижнем Новгороде поэтому сейчас, видимо, будем срезать петли родные отсюда и использовать эти, которые на двери эта дверь у нас тоже десяточная и последняя дверь задняя левая она приоровская в сборе со стеклом даже год выпуска совпадает с стекла в общем сегодня будем накидывать двери на эту сторону мощные треки топ-треки подъехали и 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 Родан АСУ12а. И что, сколько новый стоит? 8500, ребят, новый стоил. За сколько продаешь? Да за 6. За 6 тысяч, короче, так что. Будет ссылка в описании, кому писает, ребят, страничка в Инстаграме. Кто заинтересован, пишите. Вы, наверное, спросите, почему новые двери оказались совмятинными, многочисленными. Потому что, когда транспортные доставляли, в транспортные забыли упаковать полностью двери. Вроде мы просили упаковать, но их вообще не упаковали, их везли как БУ запчасти, к тому же. Короче, вот такие вот пироги невеселые. Сегодня мы с тобой кайфуем, и я тебя целую. Цинкарем, кстати, мы забили все места. Цинкарь. Прям пушка делает вещи, разъедает всю ржавчину. Это у нас пружина, скорее всего, на жигу, минус 50. Мы их тоже убираем, потому что пока не до жиги. Жига у нас стартует уже тоже в этом месяце новый проект по жиге. У нас остается задние аморты и задние и передние аморты на классику. И поскольку у нас сегодня серия не такая многозначительная для продвижения проекта, пришли ништяки с Тайн Турбо. Давайте сделаем распаковочку. Хоть порадуемся за детали новые, которые будут установлены на 11-ю по окончанию проекта. Мы сейчас уже, когда будем вкидывать ходовку после всех кузовных работ, мы ее обработаем антикором полностью. Возможно, даже корабельной краской, не знаю. И будем вкидывать уже новую ходовку сразу. Поэтому погнали распаковывать запчасти. Здесь должны быть стойки и пружины в сборе на 11-ю. Распаковочка. Ох, ни хрена себе тут движняк. Это у нас передние стойки в сборе на 11-ю нашу. Шаровый трек. Плюс я еще заказал. А рулевые наконечники у нас идут Севи. Севи Экстрим. Наконечники тяги рулевой трапеции для 11-й. Задние пружины минус 50. Кстати, занижение минус 50. Это стойки минус 50 и пружины тоже минус 50. Если будет слишком высоко, то пружины поменяю на минус 70. В принципе, это несложно. Но я решил минус 70 не ставить, потому что на даче все же ездить нет. У нас идет вот такая вот стоечка в сборе передняя. Вместе с опорниками. Опорники, кстати, тоже Севи, как и наконечники тяги рулевой трапеции. Стойки у нас идут Демпфи минус 50. Пружины идут Технорессор минус 50. Все в сборе. Комплект подвески 17 тысяч рублей не вышел. Ну, здесь не так интересно. Здесь просто амортизаторы. Две штуки. Демпфи минус 50. Такое вот добро, ребят. 16,188, 1390, 1290. На 19 тысяч рублей вот это все у нас получилось. Плюс капот еще 7 тысяч рублей в грунте. Плюс еще эти отражатели в бампер задний. Тысяча рублей. В итоге мы распаковали ништяков на 27 тысяч рублей сегодня. А комплект подвески с занижением я заказывал на сайте Тайм Турбо. В принципе, как и все другие запчасти для 11-й. Шаровые опоры. Катафоты в задний бампер диодные. И преобразователь ржавчины цинкарь. Кстати, комплект подвески, который я заказал на 11-й, сейчас идет по скидышке. Поэтому успеваем приобрести. Код товара 10282. Можно заказать с занижения от минус 50 до минус 90. Также доступна подвеска без занижения. Помимо всего этого, на сайте Тайм Турбо представлено очень много других запчастей из разных категорий. Внешний тюнинг, тюнинг салона, двигатели и так далее. И это на всю линейку Автоваза, а также тюнинг на иномарке. А по моему промокоду Мандарин вы получаете скидку 7% абсолютно на весь ассортимент, который только есть на сайте. Поэтому ссылка на сайт Тайм Турбо, на их группу ВКонтакте и промокод на скидку 7% от меня будет в описании под этим видео. Пользуйтесь и заказывайте ништяки со скидкой. Еще пыльник шруса там нужен будет, да? Наверное, новое все. Ну, желательно, да. Промоем. Смотри, я хочу через три недели, чтобы она была покрашена. Потому что через три недели уже конец месяца. Это реально. Потом уже сборка. Потому что здесь сборка тоже стоит. То есть нам надо на следующей неделе заебать. Прям, ну, чтобы уже было посвободнее тебе и мне. Чтобы я не переживал за сроки. Да, и не это, и не то. Поэтому через три недели надо ее покрасить. Потому что через три недели конец месяца. А в мае уже у нас пойдет сборка. Потому что на один месяц я рассчитываю, это будет на сборку. Выделено на один месяц на сборку будет. Плотный месяц. Плотный месяц, но это чтобы успеть к лету. Это сборка, это физиция. Ну, в принципе, каждый день. Мелочь, по мелочи. И все это надо поэтапно и правильно собирать. Что-то одно сделаешь, а потом что-то пойдешь, придется разбирать. Ну, к примеру, тридцать дней умножить на пять часов. 150. То даже вот, вот эту хуйню просто. Ты будешь явро ставить? Да, да, да. Вот эту хуйню у нас собрать. Трапецию, трапецию, всюду. То есть печку, не печку и так далее. Потом, то есть дальше, поэтапно. Чтобы потом не лезть в этот геморрой туда, допустим, тут собрать, а там нет. Да. 150 человек часов, мне кажется, за месяц вполне реально собрать. Это если выделять пять часов в день. Ну, там обед, не обед, все дела. Может быть, какой-то выходной будет. Где-то ноль часов, где-то двенадцать будет, видимо. Где-то мне не кажется, в порой даже двадцать четыре. Да. Ну что ж, одиннадцатая. Крепись, продолжение через раз, два, три. О! Киска моя, давай. Пошли мы. И так, ребят, наконец-то, спустя три недели Саня забрал новый рукав. Хе-хе-хе. И шесть четыреста стоил. Сейчас будем тестить. Идет проволока. Да, сейчас подойдет. Здрасте. Сейчас сразу мы это дело обработаем. Это, чтобы не пригорало антипригарное. Сегодня у нас, конечно, ребят, забавный день. День крышек багажника. Сняли с моей крышки багажника от 11-й, которую я продал на эту 11-ю. Мое стекло. Потому что мое стекло пойдет на новую крышку багажника для моей 11-й. Сняли стекло от старой крышки багажника от этой 11-й, чтобы вклеить на мою крышку багажника. Сегодня вот реально день крышек. Для чего мы снимали? Потому что мое стекло мне нужно, поскольку оно соответствует году выпуска автомобиля. А здесь это стекло как раз нужно владельцу. на крышку багажника. Новую, которую он у меня купил, потому что здесь реклама фирмы. Почему менялась крышка багажника? Вы скажете, что у меня же она ржавая. Кому она нужна? Вот ржавая. Вот. Моя еще нормальная. Мы еще подготовили ее. Вот это убитая. Полностью. А это вот прям вообще свежак, можно сказать. Вот моя. За косарь я ее продал. Так, сегодня у нас тоже день 11. Хорошо, что у нас тут стоит донор, по которому мы можем замерить длину от этой стойки до центральной, чтобы выставить ровную длину. Ну, потому что это уже разная сборка. Разные машины. То есть, там выходит 32, здесь выходит 33, здесь же выходит 32. Не сходится у нас здесь. Поэтому надо сюда двигать. А если мы поднимем сюда, у нас с крылом не будет сходиться дверь. И это у нас происходит не из-за того, что плохо переварили-заварили. А из-за того, что дверь не родная для этого автомобиля. узнаем, по какой причине у нас зазоры вот здесь между гаек и болтов не совпадают. Второе, то, что у нас здесь, если мы переворачиваем, потом уже тоже не совпадают. Сейчас снимаем с образца резинку, чтобы посмотреть, как без резинки дверь должна вставать. Я про меня один молдаватский подкинул на кофе-машину. Надо поехать разобраться. Везде, смотри. Тут палец влезает. Такие приколюхи. Охуеть просто. Честно. Веселые. Так сказал. В общем, эта дверь у нас не подходит для того, чтобы выставить по ней зазоры, поэтому мы возьмем дверь с этой 11-й. По ней выставим уже все, чтобы ровно все стояло. Нужна родная дверь, которая стояла уже на машине. А потом уже обратно в кинем ту дверь, которую я купил. Типа новую, типа оригинальную, но, видимо, она не Орига, раз она не сходится, не подходит. Потому что по петлям она не сходится, либо она другого года выпуска, или что. Вот это того же года выпуска считает. Но можете увидеть по капоту. Поэтому должно подойти на мои петли. Болт ворачиваю, второй не могу. Удивительно. Почему вот здесь эта дверь встала по петлям родным? Нормально. А здесь она не встает по петлям даже. Просто петли не получается поставить ровно. Вот первый болт ворачивается, а этот нет уже. Никак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok